Книга посвящена любимому ученику Господа Иисуса Христа, апостолу любви, евангелисту Иоанну Богослову. Житие святого пересказано здесь языком современной повести, а все, что добавлено к дошедшему до нас древнему повествованию, прямо выводится из него, из самих ситуаций, из черт эпохи и характеров. Чтобы рассказ о святом был полнее, в книгу включены отрывки подлинных посланий апостола Иоанна Богослова, пронизанные тем же духом любви, что и все его житие. А рассказ о чудесах святого покажет, почему Иоанн Богослов является покровителем иконописания и как богато он явил свое заступление на нашей русской земле. В конце книги словарик с объяснением непонятных слов и выражений. Жребий апостола Читал ли ты Евангелие, Вечную книгу? Но если даже ты не читал все Евангелие целиком, ты можешь знать, что Евангелие четыре, каждый из них писал один из апостолов. Четвертый из Евангелий написан апостолом Иоанном Богословом, любимым учеником Христа, о котором говорится во всех четырех Евангелиях. Он, один из учеников Христовых, стоял у креста вместе с Матерью Божией. И Господь Иисус Христос, видя Матерь Свою и ученика тут стоящего, сказал Матери Своей, «Женщина, вот сын твой!» И потом ученику Иоанну, «Вот матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял ее к себе, вспоминает эту минуту Иоанн в своем Евангелии. С тех пор Матерь Божия жила в доме Иоанна. Шли годы. Около десяти лет занимались апостолы устроением церкви в Иерусалиме. А потом начались первые гонения на христиан. Он, царь Иротагриппа, обезглавил апостола Иакова, заключил в темницу апостола Петра и тоже хотел убить его. Тогда апостолы, с согласия Пресвятой Богородицы, решили, что пора им удалиться из Иерусалима и нести веру Христову в разные страны все дальше. А чтобы все это совершалось не по человеческим хотениям и случайному выбору, они бросили жребий, кому какую страну избрать для проповеди. На табличках ли, или на клочках пергамента, или папируса, этого мы не знаем, и предание нам не сохранило, они написали названия разных стран и дальних областей, и каждый вынул свой жребий. Иоанну Богослову досталась Азия. Но прежде всего Иоанн должен был оставаться с Пречистой Девой Богородицей, которую поручил ему сам Господь. И еще годы прошли. Много разного было за эти годы. Иоанн Богослов побывал с Пречистой Девой Ивазией, в ее столице Эфесе. Там они скрывались в дни самых сильных гонений. Путешествовал с Пресвятой Богородицей на остров Кипр. Там был епископом Лазарь, которого когда-то воскресил Господь. Буря занесла их к неведомому берегу, по острову Афон, которая избрала, причистоя в свой удел на земле, и благословила на вечные времена. Но во все эти годы не было у Иоанна своей судьбы. Он жил жизнью Пречистой Девы Богородицы, как до того жил жизнью Учителя и Спасителя и Господа своего. Однажды по улицам Иерусалима двигалось необыкновенное погребальное шествие. Необыкновенность его была в каком-то дивном свете, который пронизывал все, лежал на лицах участников шествия, даже если не текли у них по щекам слезы. Шествие и не было похоже на похороны. Это было то, что уже почти две тысячи лет празднует Православная Церковь, как один из величайших своих праздников, Успение Пресвятой Богородицы. Отошла Пречистая Дева к Сыну Своему и Богу, а ученики-апостолы, чудом собравшиеся перед ее кончиной в ее горнице, в доме Иоанна Богослова, увидели, как в свете божественной славы Сам Господь Иисус Христос принял душу ее. Не смертью было это, а переходом из жизни в жизнь, в жизнь вечную. Оттого и светились лица учеников, а впереди, перед одром, с телом усопшей, шел Иоанн Богослов, сиявший небесным светом пальмовой веткой в руках. То была райская ветвь, которую архангел Гавриил вручил Пречистой Деве, когда принес ей желанную весть о скором успении, о скорой и вечной встрече ее с Божественным Сыном. Два дня молились апостолы у гробницы Божией Матери в пещеры в Гефсиманском саду. А на третий день отвалили камень, заграждавший вход в пещеру, чтобы дать проститься с телом Пречистой Девы, запоздавшему апостолу Фоме, и увидели, что гроб пуст, и что там, где лежало тело Богородицы, осталось лишь прикрывавшее его плащанице. И в тот же день увидели ее ученики окруженную Ангелу. «Радуйтесь, я с вами во все дни», сказал Пресвятая Дева. Не оставила она ни их, ни мира во успении своем. Еще сильнее был теперь ее молитвенный потров над ними. Всегда была с ними ее помощь и любовь. Но земле и земному она не оставила ничего. И окончились с ее успением земные обязательства Иоанна. Теперь начинался для любимого ученика Христова, для духовного сына Пречистой Девы, свой путь, свой жребий. Этот путь делился им его верный ученик Юни Прохор. Кораблекрушение «Отчего ты так задумчив, учитель?» спросил Прохор. «На море?» «Нас ждут на пасти», отвечал Иоанн. «Но такова воля Божия. Унывать не следует, однако приготовь душу к испытаниям». Они сели на корабль в Элб Пихать. К полудню Прохора и других мореплавателей вынесло к берегу. О чудо! Все остались живы, все были здесь, хоть и потрепанные бури, измученные, продрогшие, все, кроме Иоанна. Они оказались в пяти поприщах от Селивкии. Несколько дней обходил Прохор побережье, расспрашивая всех встречных в надежде услышать, что море вынесло и Иоанна. Но не узнал ничего утешительного. Он понял, что учитель погиб. Горько рыдал Прохор, оплакивая своего наставника и друга. Он чувствовал себя осиротевшим, совершенно одиноким. Потом он вспомнил, что на нем лежит долг, жребий Иоанна. Теперь не вместе с Иоанном, а вместо него он должен идти в Азию, проповедовать Евангелие, весть о воплощении, проповеди, смерти и воскресении Христа. И еще почти ничего не видя от слез и пошатываясь от слабости, он пустился в путь по берегу моря. Прошло две недели. Однажды Прохор, измученный дорогой, сидел на берегу неотрывно, глядя на море, и тосковал об Иоанне. Вдруг среди ясного неба, совершенно спокойного и гладкого моря, налетела единственная, но громадная волна, с великим шумом хлынула на берег и выбросила человеческое тело. Прохор в страшном волнении вскочил, и, спотыкаясь на бегу, бросился к тому месту. Потрясенный сквозь набегающие слезы, он увидел то, что знало его сердце уже тогда, когда чудесная волна плеснула всей силой на берег. Увидел, что это Иоанн. Обнявшись, учитель и ученик плакали и благодарили Бога. Четырнадцать дней, четырнадцать ночей носили Иоанна морские волны, и благодатью Божией он остался жив. В селении путники попросили воды и хлеба и, подкрепившись, отправились в Эфес. Через полмесяца пути они достигли цели своего путешествия. За несколько лет до этого в Эфесе целых три года проповедовал Евангелие и претерпел немало приключений апостол Павел. Об этом рассказывается в книге «Деяния святых апостолов», входящей в Новый Завет, в главах 18 и 19. Но Иоанн не стал разыскивать эфесских христиан. Он знал, что неизбежно встретиться с ними, а сейчас он пришел к язычникам Эфеса, к тем, кто еще не познал истинного Бога и ничего не слышал о Христе. Нищими, никому неведомыми странниками пришли Иоанн и Прохор в большой, знаменитый, богатый город Эфес. В Эфесе Эфес Столица римской провинции Азия был знаменит прежде всего храмом богини Артемиды. По преданию, в древние времена статуя этой богини упала с неба, и с тех пор Эфес стал центром почитания Артемиды. Только вот Артемида Эфесская была не похожа на ту богиню-девушку, покровительницу охоты, которую знали и изображали в других частях древнегреческого мира. Древняя статуя, которую язычники считали неспосланной самой богиней, изображала женщину со множеством грудей, великую мать, покровительницу рождения, плодовитости. Отовсюду стекались в Эфес люди поклониться Артемиде и испросить у нее богатства, семейного благополучия, жизненных благ. Храм Артемиды Эфесской в древности считался одним из семи чудес света. Настолько он был великолепен. Тот древний храм сгорел, его сжег человек по имени Герострат, чтобы прославиться, и чтобы через тысячи лет люди помнили его имя. Но потом отстроили новый храм, быть может, еще более великолепный. Много дохода приносила Артемида Эфесская не только эфесским жрецам, но и содержателям гостиниц, и всем торговцам, и особенно ремесленникам, которые изготовляли для продажи приезжим множество копий храма и статуи Артемиды из дерева и камня, серебра и золота. День близился к вечеру, когда Иоанн и Прохор вошли в эфес. Усталые, запыленные, присели они на камень на краю рыночной площади, чтобы передохнуть, осмотреться и вкусить хлеба. Вскоре они заметили, что на них с пристальным вниманием смотрит какая-то женщина средних лет. Встретив взгляд Прохора, женщина решительно подошла к ним. — Вы чужестранцы и никого не знаете в эфесе, — сказала она. И было непонятно, спрашивает она или утверждает. Голос у нее был властный, но она старалась говорить ласково. — Да, госпожа, — ответил Иоанн, спокойно и прямо взглянув на нее. — У вас, наверное, и денег на гостиницу нет. Куда же вы пойдете? Не хотите ли немного услужить мне? А я за это дам вам кров и пищу. — Бог послал нам тебя, госпожа. Нам нужен приют в эфесе, и мы рады будем потрудиться для тебя, насколько хватит наших сил. Тогда идите за мной. Зовите меня госпожа Романа. Иоанн и Прохор пошли за нею. Миновав несколько улочек, они очутились у большого и нарядного здания, в котором сразу признали бани. Госпожа Романа оказалась хозяйкой главных и лучших бань эфеса. В ту пору по всей Римской империи бани были одним из главных мест досуга. Их посещали ежедневно. Здесь не просто мылись и отдыхали, но и общались друг с другом. В банях были разнообразные бассейны, их окружали сады для прогулок и площадки для подвижных игр. Залы были высокие, наполненные светом, отделанные дорогими сортами камни, всячески изукрашенные. Содержать бани было делом доходным и даже почетным. Романа направилась к дому, ближайшему с банями. Дом был большой, со множеством пристроек. Она кликнула слуг и велела накормить путников. Уже темнело, когда путники поели со слугами. Романа отвела их в небольшую пустую лачушку. «Здесь переночуете», сказала она своим властным голосом, в котором уже не осталось ласковых ноток. «А завтра я задам вам работу». С утра началась работа. Проворные и угрюмые слуги Романы показали, что и как надо делать. Иоанну выпало поддерживать огонь в топке, от которой нагревалась вся баня. Топка находилась в подвале, откуда по сложной системе труб, горячая вода поступала во все помещения бани, разогревала полы. Прохор же должен был целый день таскать и наливать в баке воду. В Эфесе, как и в других благоустроенных городах Римской империи, был акведук, то есть нарушенный водопровод, по которому вода поступала в город от чистых источников за его пределами. Акведук проходил совсем недалеко от бань, но воды требовалось огромное количество, и Прохор едва успевал носить ведра. Иоанну в жару топки было еще тяжелее. Работа была изнурительной, с непривычки вдвойне, в постоянном жару и пару без минуты передышки. Сперва слуги Романа еще были рядом и помогали апостолам, но скоро хозяйка вызвала их на другие работы, зато сама стала чуть ли не каждую минуту заходить проверять, как справляются новые работники. И через час во все горло кричала на них, а к вечеру набросилась на Прохора с побоями за то, что он не успел доверху наполнить бак. Я знаю, вы беглые рабы или преступники, вещала она, но если вы сбежали от своих хозяев или из темницы, не думайте, что сможете сбежать от меня. Если вы не угодите мне, я вас выдам властям, и тогда вам не миновать казни. Мы не рабы и не преступники, госпожа, смиренно сказал Иоанн, но Романа не слушала его. Поздним вечером, почти ночью, она выпустила их из бани, втолкнула в коморку, где они ночевали, и с бранью швырнула им скудную пищу. Учитель, зачем нам здесь оставаться, спросил Прохор, едва она захлопнула дверь снаружи, ведь мы и вправду не рабы и не преступники, что же мешает нам уйти? Неужели мы не сможем оправдаться перед любой стражей, которая попытается схватить нас? «Ты еще не знаешь, в чем Божия воля, благая и совершенная», ласково и спокойно отвечал Иоанн. «Поверь, нет для нас в эфисе лучшего места, чем этот дом, куда привел нас сам Господь. Так надо для спасения многих душ. К тому же вспомни, что, посылая нас на проповедь, Господь Иисус Христос сказал, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Евангелие от Марка «Нам еще рано выходить из эфеса, наша проповедь еще и не начиналась, потерпи же ради Господа». Так остались апостолы у Романы на положение рабов, обреченные на непосильный труд. Гибель домна Вскоре Прохор многое узнал о романе от ее рабов, с которыми ему случалось перемолвиться несколькими словами в редкие минуты отдыха. «Наша госпожа до самого Рима прославилась своей злобой, а уж в эфесе все ее боятся», почти с гордостью говорили рабы. «А знаешь, почему у нее все дела идут так успешно и наши бани процветают?» спросил однажды Прохора наедине старый раб, и тут же перешел наш опыт. «Когда начинали строить здание, в основании, живьем закопали юношу и девушку. Это самое сильное колдовство, жертва духом, и с тех пор они во всем помогают романе. Только вот с тех пор, что не год, а кто-нибудь да умрет прямо в бане, или юноша, или девушка. Пойди догадайся, от чего? А это духи, охраняющие бани, уже сами берут себе жертву. Нет, задаром они духи никому помогать не станут. Вот и выходит, у кого-то в доме плач, а у госпожи романа денежка к денежке пребывает. Но за пределами дома романы никто не знал страшной тайны. Однако не могла без конца длиться такая безнаказанная власть бесов. И буря разразилась как раз при Иоанне и Прохоре. В баню пришел сын городского старейшины Диаскора, юноша дома. Вдруг во время мытья с домом случилось что-то страшное, статный, пышущий здоровьем юноша. Весть о страшной гибели дом мгновенно разнеслась по городу. Всюду слышались вопли и плач, плакали как по собственному покойнику. Дом знали и даже любили все, не только потому, что он был сыном старейшины, а прежде всего потому, что это был светлый, прекрасный душой и телом юноша, которым все любовались и гордились как украшением эферса. Беда не приходит одна. Когда вестники смерти явились в дом старейшины и рассказали ему о гибели сына, сердце несчастного отца не выдержало. Диаскор упал бездыханным. От этого второго несчастья весь город замер, как громом пораженный. Но больше всех эти две смерти поразили Роману. Она громко кричала, рыдала, рвала на себе волосы. Многие годы она как будто и не думала о тех юношах и девушках, что погибали, становясь жертвой бесов. Если что, и мучила ее, то никто и не подозревал об этом. А теперь Романа вне себя металась по дому, а потом, рухнув на колени перед маленькой статуей Артемиды, стоявшей во внутреннем дворике ее дома, с воплем стала молиться богине, облагая всемогущая богиня подательница жизни, ты можешь все бессмертное воскреси домно, верни ему жизнь, все мое имущество, все, чем я владею, я отдам твоему храму и всегда буду верной твоей рабыней, только воскреси домно. Вот ты видишь, как я терзаю свое тело, как мне не жаль его, я и худшее с собой сделаю, всем пожертвую тебе, только воскреси домно. И она безжалостно вырывала целые пряди волос, билась головой об пол и яростно царапала свое лицо и тело, так что скоро была вся в крови. Но, конечно, домно оставался бездыханным. Воскрешение Романова бежала в отбор и увидела Иоанна. Он только что вышел из котельной и расспрашивал Прохора о случившемся. В ярости Романа бросилась на Иоанна со страшным воплем «А-а-а, это ты, ты погубил его, я знаю, ты хотел моей погибели и потому накалил котел так, что бедный мальчик не выдержал жара и умер, ты убийца, ты…» И она безжалостно вцепилась в волосы и бороду Иоанна, стала бить его и кричать «Если ты не воскресишь домно, я вот этими самыми руками вырву душу из твоего тела». Иоанн спокойно отстранился, руки Романа разжались сами и сказал «Веди меня к нему». Тело юноши, прикрытое покрывалом, все еще лежало во дворе бани. Из-за внезапной смерти отца никто не успел распорядиться о том, чтобы приготовить тело сына к погребению. «Отойдите все», сказал Иоанн и добавил, «все, кроме Прохора». Все покорно отошли, а Иоанн откинул покрывалось лица юноши и погрузился в глубокую молитву. Никто не понял, сколько прошло времени, долго ли длилось это неслышное для стоявших поодаль потрясенных свидетелей молитва. Мало того, все, кто стоял там во дворе, не могли и глаз поднять на Иоанна. Не осталось ни любопытства, ни мыслей, а только страха ожидания. А потом они смогли поднять глаза и увидели, что дом сидит. И это был не оживший покойник, не какой-то живой труп, а тот светлый, ясный юноша, которого любил весь Эфес, полный жизни, настоящий. Только в лице его было что-то невыразимое, еще не здешнее. Романа бросилась к ногам Иоанна. «Ты Бог!» кричала она, «Бог или Сын Богов? Прости меня, бессмертный!» В ответ Иоанн стал говорить ей о едином истинном Боге, о силе Христовой и учил ее веровать во Христа Сына Божия. А потом вместе с Прохором, Романой и Домным Иоанн вошел в дом Диаскора и воскресила его. И дом и Диаскор и Романа всей душой уверовали в Господа Иисуса Христа, о Котором поведал им Иоанн, и приняли от рук Иоанна святое крещение. Романа принесла покаяние во всех своих грехах. Иоанн изгнал из бани злого беса, а после этого, по просьбе Диаскора, вместе с Прохором стал жить в его доме. Романа не смела упрашивать их остаться у нее, она и сама почти поселилась в доме Диаскора. Иоанн утверждал новопросвещенных в вере и учил их добродетельной жизни. Святое крещение называется также просвещением. В этом таинстве человек озаряется светом Божиим, становится сыном света. Чудеса перед храмом Артемиды Вскоре в Эфесе наступил ежегодный праздник Артемиды. Народ в белых одеждах торжествовал и ликовал при храме. Перед храмом стояла статуя Артемиды. Иоанн вышел на это торжество, встал на высоком месте близ идола и начал обличать народ в слепоте, что они не знают кому поклоняться и вместо Бога почитают бесы. Эфесяне, вы собрались тут, думая, что чтите богиню. Слепцы, вы поклоняетесь бесу вместо Бога. Толпа пришла в ярость, нечестивец, смерть ему. В Иоанна полетели камни, но что это? Ни один из камней не попал в него. Все пролетали мимо и попадали в самих бросающих. Сначала никто не понял в чем дело, смятения и крики толпы только усиливались, но когда уже многие упали на землю окровавленными, толпа растерялась, пронесся ропот ужаса. Иоанн поднял руки к небу и стал молиться. Вдруг воздух сделался знойным, совсем горячим. Многим стало дурно. Около двухсот человек упало замертво. Страх охватил толпу, и те, кто лишь несколько минут назад швырял камни в Иоанна, протянули к нему руки и стали с мольбой взывать. Смилуйся, Божий человек, смилуйся, великий волшебник, восставь наказанных тобой. И вот по молитве Иоанна наступила прохлада, а к лежавшим бездыханными людям вернулась жизнь. Никто уже не думал об Артемиде, о древнем празднике, все внимали каждому слову Иоанна, а он говорил народу о едином истинном Боге, о Христе, Сыне Божием, о его любви к людям, его великой жертве за мир, и славном его воскресении, и о том, как соединиться со Христом Спасителем, как обрести жизнь вечную в таинстве крещения. И все слушавшие уверовали по слову его и крестились. Месть Много и других чудес совершил Иоанн в эти дни. Слух о них пронесся повсюду. Но Эфес большой город, да еще всегда полный приезжих, и лишь малая часть из этого множества людей присутствовала при чудесах и слышала проповедь Иоанна. Остальные же с удовольствием пересказывали слухи о чудесах, мечтали взглянуть на нового чудотворца и вовсе не думали менять свою жизнь. Храм Артемиды не опустел. По-прежнему на кораблях и пешком пребывали в Эфес толпа людей поклониться богине. Но бес, живший в Артемидином капище, понимал, что пока Иоанн здесь, в Эфесе, ему, бесу, не будет покоя, и скоро его власти придет конец, и он решил погубить Иоанна. Когда мы смотрим на изображения прекрасных древнегреческих храмов, на удивительные скульптуры, стоявшие когда-то в них, мы не думаем, да и не должны думать о них, как о капищах и идолах. Перед нами красота, которой уже тысячи лет восхищается человечество. Но люди древности шли сюда не как в музее. Они шли сюда поклониться своим богам, богам, которых нет, богов, которых нет. Просили они благополучия в торговле и благословении на брак, удачи в делах и успеха в любви, богам, которых нет, приносили жертвы и готовы порой были посвятить всю свою жизнь. Свято место пусто не бывает, и если там, где люди ищут самую главную святыню, не встречает их душа истинного бога, там поселяются другие силы, силы лжи. Отцом лжи назвал Господь Иисус Христос дьявола. И за прекрасными статуями и колоннами, пока к этим статуям и колоннам приходят молиться неправде, встречают людей дети отца лжи. Вот почему они радуются, вот что они шепчут. Верьте бездушному камню, доверяйтесь ему, надеетесь на него, отдавайте ему лучшие силы вашей души. Может быть, другого ничего им и не нужно, только бы люди не познали Бога и не узнали правды Его. Необычное это было зрелище. На площади Эфеса сидел воин и горько плакал. Люди невольно останавливались возле него, пытались узнать, в чем дело, а он, казалось, не мог сквозь рыдание вымолвить слово. Наконец, когда вокруг него собралась изрядная толпа, воин овладел собой и начал рассказ. Я из Кесарии Павестинской. Я начальник над темницами. Отдали мне под стражу двух колдунов, осужденных на смерть за ужасные злодеяния. Эти колдуны пришли из Иерусалима, а звали их Иоанн и Прохор. Их должны были казнить наутро, и мне сказано было стеречь их пущей глаза. Но я усилил стражу, поставил у всех дверей темницы подвоз стражника, да еще двоих, поместил прямо с ними вместе в темнице, да сам каждый час проверял, все ли в порядке. Не подумал я, что этим колдунам проклятым вся моя стража нипочем. На рассвете прихожу проверить стражу, выкликаю моих ребят, что в темнице с колдунами, чтоб отозвались да доложили, в ответ ни звука. Вместе со стражниками отпираю темницу, а дверь-то заперта снаружи. Мои ребята лежат как неживые, цепи да колодки все на месте, а колдунов как не бывало, ни следа и ни щелочки, куда бы они пролезть могли. Все колдовство их проклятое. Князь, как узнал, затрясся весь и кричит, тебя самого вместо них косню. Я еле умолил князя, чтобы дал мне сроку, допустил меня отыскать их. Уж как я их разыскивал, да сколько бед претерпел, этого и не рассказать. И вот нашел я их, нашел, тут нашел, в Эфесе, а как их схватить, злодеев-то этих, я ж один, и помочь мне некому, пропадать не видно, из-за их колдовства. И воин, а это и был бес, обитавший в храме Артемиды, зарыдал пуще прежнего. Так рыдая, он вытащил из-за пазухи грамоту с княжеской печатью, развернул ее и стал показывать слушателям. Это было свидетельство на поимку двух опасных государственных преступников Иоанна и Прохора, приметы которых в грамоте приводились. Потом воин вынул из-за пазухи и увесистый узелок с золотом, он развязал его, чтобы показать золото всем желающим. Вот все мои сбережения. Да жизнь-то дороже. Все это отдам тому, кто поможет мне поймать злодеев. Да мы их знаем, послышались голоса из толпы. И верно, это же колдуны, особенно Иоанн, весь Эфес слышал, что он тут вытворял. Они живут у Диаскора. Особенно взволновались воины, которых было немало в толпе. Они-то и подняли весь народ и двинулись к дому Диаскора. У многих в руках были горящие факелы. Или выдай нам колдунов, или твой дом зажжем, сказали солдаты Диаскору. А толпа начала хором кричать «Отдай колдунов, отдай колдунов». Конечно, Диаскор даже ценой жизни не соглашался выдать Иоанна и Прохора. Он пытался убедить толпу, что они вовсе не колдуны, а напротив люди святой жизни, но никто его не слушал. «Лучше я лишусь дома, чем выдам их вам», крикнул Диаскор. Но тут его тронул за плечо подошедший сзади Иоанн и спокойно сказал «Оставь Диаскору». «Этот народный мятеж приведет к добру, не бойся выдать нас». Иоанн и Прохор вышли из дома Диаскора и предали себя в руки толпы. Толпа повлекла их к храму Артемиды. Когда толпа остановилась на площади перед храмом, чтобы произнести перед лицом богини свой приговор пленникам, Иоанн воздел руки и помолился Бог. И тотчас храм рассыпался как игрушечный и при этом ни один обломок не задел никого, не причинил никому вреда. Среди развалин возвышался лишь алтарь. Все замерли. Иоанн громко обратился к алтарю. Тебе приказываю нечистый бес, говори, сколько лет ты живешь здесь, и ты ли возмутил народ против нас. Двести сорок девять лет я живу здесь, раздался отвратительный голос, и я вооружил этот народ против вас. Во имя Иисуса Назарянина повелеваю тебе оставить место это, воскликнул Иоанн. И тотчас что-то ужасное, мерзительное, невыразимое отделилось от алтаря, расширилось, увеличилось и исчезло. Иные из толпы разглядели отвратительного беса, других же просто объел ужас, но потрясенные все тотчас уверовали во Христа, именем которого изгнал беса Иоанн. На пути в ссылку В то время Домициан римский император начал великое гонение на христиан. Император Домициан царствовал в 81-96 годах по Рождестве Христовом. Он провозгласил себя владыкой и Богом, а всех, кто отказывался воздать ему божеские почести, и прежде всего, христиан наказывал как изменников. Об Иоанне донесли императору, и тот распорядился арестовать его и доставить в Рим. В эти дни Иоанн увидел во сне Господа, который сказал ему, тебе придется много пострадать, и ты будешь изгнан на один остров, который весьма в тебе нуждается. Приказ императора был выполнен немедленно, как только поступил в Эфес. Иоанна с ним и Прохора взяли под стражу и отправили в столицу. Император сперва распорядился жестоко бить Иоанна, а затем повелел дать ему смертельный яд. Это был довольно распространенный в древнем мире способ казни. Но яд не повредил верному ученику Христа, ведь воскресший Господь перед Вознесением Своим обещал ученикам. У веровавших будут сопровождать вот какие знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка Потом Иоанн брошен был в котел с кипящим маслом, но из котла вышел невредим. Видя такое чудо, народ кричал «Велик Бог христианской!» После этого император больше не осмелился мучить Иоанна. Он решил, что Иоанн бессмертен. Людям, не желающим знать истинного Бога, порой легче поверить в самое невероятное, чем принять истину. Домициан приказал отправить апостола в ссылку на каменистый дикый остров Патмос. Так исполнилось предсказанное Иоанну во сне. Воины отвели Иоанна с Прохором на корабль и отплыли. Как-то раз во время плавания воины устроили на корабле пирушку. Они пили и веселились. И, наконец, до того разгулялись, что один из них, юноша, упал с корабля в море. Все были пьяны, никто не успел опомниться и тем более броситься на помощь, и юноша утонул. Мгновенно веселье обратилось в скорбь. На корабле был и отец утонувшего юноши. Он неудержимо рыдал и от горя хотел сам броситься в море, так что товарищи с трудом удержали его. Все, зная чудеса, творимые Иоанном, начали просить его помощи. Иоанн спросил каждого. «Какого кто почитает Бога?» На вопрос этот иной отвечал Аполлона, иной Юпитера, иной Геркулеса, другой Эскулапа, иные Артемиду Эфесскую. «Столько у вас богов, и они не могут спасти одного утонувшего человека», ответил Иоанн и оставил их в печали до утра. Иоанн жалел погибшего юношу. Он только дал всем время остаться наедине с их скорбными мыслями и убедиться в том, как беспомощны их Боги, а наутро он помолился со слезами пуху и тотчас море взволновалось. Самая высокая волна обрушилась на корабль и вынесла живого юношу к ногам Иоанна. Какая радость воцарилась на корабле, как все дивились чуду. Конечно же, после этого воины не могли уже держать Иоанна в оковах. Они сняли с него железные цепи, рады были во всем услужить ему и обращались к нему с величайшим уважением. Но путешественников ожидали новые испытания. Однажды, незадолго до полуночи, на море поднялась страшная буря, да такая, что вскоре и корабль, швыряемый по волнам, начал разрушаться. Мореплаватели уже не чаяли остаться живыми, но вспомнили об Иоанне и бросились к нему. Божий человек умоли своего Бога, чтобы он спас нас от верной гибели. Повелев им молчать, святой начал молиться, и вот буря прекратилась, и настала великая тишина. Вскоре новая беда стала угрожать мореплавателям. На корабле подходили к концу запасы пресной воды. Люди изнемогали от жажды, многие были уже близки к смерти. Иоанн сказал Прохору, наполни все сосуды морской водой. Когда сосуды были наполнены, Иоанн сказал, во имя Иисуса Христа, почерпайте и пейте. И вода в сосудах вместо горько-соленой морской оказалась пресной. Это новое чудо оживило всех и вновь показало величие и милосердие Бога Иоаннова. «Что нам делать, чтобы получить спасение, о котором ты говорил нам?» спрашивали моряки. И когда он научил их, с радостью приняли крещение. После этого воины хотели отпустить Иоанна на свободу, но он убедил их исполнить приговор и отвезти его в назначенное место. БЕГСТВО ПРОРИЦАЮЩЕГО ДУХА Прибыв на Патмос, воина отвели Иоанна с Прохором к правителю острова, вручив ему и царское предписание. Эти ссыльные должны были находиться под особым присмотром, поэтому Мирон, тесть правителя, отец его жены, взял Иоанна и Прохора в свой дом. У Мирона был старший сын по имени Аполлонид, которого все считали за пророка. И действительно Аполлонид очень часто верно предсказывал будущее, мог рассказать человеку о том, чего никто не мог знать. Происходило это, потому что в Аполлонида вселился беспрорицающий, то есть предсказывающий будущее и рассказывающий о тайнам. В первый же день, после того, как Мирон взял в свой дом Иоанна и Прохора, Аполлонид пропал. Розыске ничего не дали, в доме поднялся плач, наконец, Мирон получил письмо от сына. Тот писал, что находится в другом городе, что его изгнал из дома своим чародейством Иоанн, и что он не может возвратиться до тех пор, пока Иоанн не будет погублен. Понятно, кто заставил бежать Аполлонида из дому и научил его написать такое письмо, ведь бес, обитавший в нем, знал, что ему, бесу, не жить в одном доме с Иоанном, и что ученик Христов легко изгонит его вон. Прочитав письмо, Мирон побежал с ним к своему зятю, правителю. Правитель тотчас же распорядился схватить Иоанна и собирался предать его на растерзание зверям. В ту пору такая казнь, совершаемая прилюдно, была совсем нередкой. Господин, сказал Иоанн, тебе ведь нужно, чтобы сын Мирона вернулся домой, подожди же немного с моей казнью, пусть мой ученик Прохор отправится к Аполлониду с моим письмом, и я обещаю, что сын тотчас же возвратится в отеческий дом. Правитель согласился, он велел сковать Иоанна двумя цепями и бросить в темницу, а Прохор отправился к Аполлониду с посланием. Вот что там было написано. Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, прорицающему Духу, живущему в Аполлониде, повелевает, во имя Отца и Сына и Святого Духа, выйди из создания Божия и не входи в Него никогда, но вне острова оставайся один в местах безводных, а не в людях. Когда Прохор пришел с этим письмом к Аполлониду, тотчас бес вышел из него. Словно от сна пробудился Аполлонид, к которому вернулся здравый смысл, и поспешно устремился в родной город, обгоняя Прохора и торопя его. Но не в дом свой бросился прежде всего Аполлонид, а в темницу к Ауанну. Упав к ногам апостола, юноша благодарил его за освобождение от нечистого духа. Вскоре к темнице сбежались все родные Аполлонида, радовались и ликовали. Иоанн был немедленно освобожден от уз. Когда общее возбуждение немного утихло, Аполлонид начал свой рассказ. Вот уже много лет прошло, как все это случилось. Однажды я крепко спал на своей кровати. Вдруг кто-то, он стоял с левой стороны кровати, стал трясти меня и разбудил. Я открыл глаза и увидел, что он черный-черный, как головня, а глаза у него огненные, так и горят, будто там свечки. Я сотрясся от страха, а он сказал мне, раскрой рот. Я раскрыл, и тогда он влез в мой рот. Я чувствовал, как он поместился в моем животе. С этого самого часа я стал знать все и о добре, и о зле, и обо всем, что делалось в доме. Когда же апостол Христов вошел в наш дом, тогда сидящий во мне сказал, беги отсюда, Аполлонид, чтобы не погибнуть злой смертью, потому что человек этот чародей и хочет тебя умертвить. И я тотчас убежал в другой город. Иногда приходила мне мысль возвратиться домой, но он не позволял мне, говоря, если Иван не умрет, ты не можешь жить в своем доме. А когда ко мне пришел Прохор, и я увидел его, нечистый дух тотчас вышел из меня таким же образом, как вошел в мой живот. Я почувствовал облегчение от ужасной тяжести, пришел в разум, и мне стало хорошо. Услышав этот рассказ, все припали к ногам Иоанна. Тогда он стал рассказывать о Господе нашем Иисусе Христе и учил всех вере. Мирон с женой и детьми уверовали и крестились. Дом Миронов наполнился радостью. Вскоре и дочь Мирона Хризипида, жена правителя, приняла со своим сыном и всеми рабами святое крещение, а вслед за ними крестился и сам правитель Лаврентий. А чтобы свободнее служить Богу, Лаврентий сложил с себя сан правителя, ведь праве Патмосом, он должен был выполнять распоряжение безбожного императора. Чародей Кинопс Три года прожил Иоанн в доме Мирона. Здесь силою Христовой он сотворил множество чудес, исцелял больных и изгонял бесов, одним своим словом разрушил храм Аполлона со всеми его идолами, обратил к вере во Христа и крестил многих людей. В тех местах в пустыне жил волхв чародей Кинопс. Силой нечистых духов он мог показывать такие чудеса, что жители Патмоса стали считать его богом. Да и удивительно ли это, если в древнем мире было столько мифов о множестве богов, которые то и дело сходили на землю к смертным, влюблялись в них, женились, обманывали, наказывали, награждали, обижались, мстили. Вот к Кинопсу-то и пришли жрецы Аполлона, озлобленные разрушением капища и тем, что Иоанн обратил всех людей к вере во Христа. Отомсти этому нечестивцу за бесчестие нашего бога, умоляли они Кинопса. Кинопс уже много лет безвыходно жил в пустыне и ни за что не хотел покидать ее и идти в город. Но жрецы стали ходить к нему снова и снова, умоляли его, докучали ему и совсем не давали покоя. И Кинопс наконец согласился. Нет, не покинуть свою пустыню, он был слишком горд для этого. А вот наказать Иоанна он решился. Вы знаете, что мне повинуются духи, сказал он, а кто не знает, может теперь убедиться. Я не пойду в город, но завтра же утром я пошлю туда, в дом Мирона, могучего духа, который возьмет душу вашего Иоанна и предаст ее на вечное мучение. Утром Кинопс вызвал одного из князей над злыми духами и приказал принести к нему душу Иоанна. Бес в мгновение око перенесся в дом Мирона на то место, где находился Иоанн. Иоанн тотчас увидел его духовным взором и сказал «Дух нечистый, именем Христовым повелеваю тебе не сходить с этого места. Отвечай, зачем ты пришел ко мне?» Бес словно прирос к месту. Пришлось ему все рассказать. Жрецы Аполлона пришли к Кинопсу и умоляли его, чтобы он шел в город и навел на тебя смерть, а он не захотел. Он сказал «Много лет я живу на этом месте, не выходя. Мне или великому чародею утруждать себя из-за дреного ничтожного человечушки? Идите восвояси, а я утром пошлю своего духа, чтобы он взял его душу и принес ко мне, а уж я предам ее на вечные мучения». Посылал ли он тебя когда-нибудь взять душу человеческую принести ему? спросил Иоанн. «Вся сила сатанинская находится в кинопсе», отвечал бес. «Он в дружбе с нашими князьями, и мы в дружбе с ним. Он повинуется нам, а мы ему». Тогда Иоанн сказал «Я, апостол Иисуса Христа, повелеваю тебе, дух злобы, не входить больше в жилища человеческие и не возвращаться к кинопсу, навсегда уйти с этого острова и мучиться. И бес тотчас исчез с острова навсегда». Между тем кинопс, не дождавшись возвращения посланного беса, послал другого. «Как ты думаешь, что произошло с ним?» «Конечно, то же, что и с первым. Снова не дождался кинопс своего отвратительного посланца и не мог понять, что случилось. Тогда он решил послать двоих, пусть один войдет к Иоанну, а другой наблюдает, что из этого выйдет и расскажет потом кинопсу. Первого беса постигла та же беда, что и прежних двух. Иоанн именем Христовым выгнал его с патмоса, а второй, тот, что стоял снаружи, увидев все, в ужасе полетел к кинопсу и рассказал ему, что было. Ох, как разъярился кинопс! Он собрал все бесовское войско и во главе его пошел в город. Кто сильнее? В это время Иоанн на рыночной площади поучал народ. Когда показался кинопс, его спутники, бесы, были, конечно, невидимы для всех. Горожане радостно бросились ему навстречу, кланялись, ликовали, благодарили. Ведь он, кого одни из них считали богом, а другие великим чудотворцем, уже много-много лет не бывал в городе. А кинопс, увидев Иоанна и поняв, что тот учил народ, пришел в бешенство. Слепцы, совратившиеся с истинного пути, яростно закричал он толпе, приветствовавшей его, послушайте меня, если Иоанн праведен, и если все слова его справедливы, то пусть он побеседует со мною, и пусть совершит такие же чудеса, какие я совершаю, тогда вы сами увидите, кто из нас больше, Иоанн или я. Если он окажется сильнее меня, то и я поверю его словам и делам. В одном Кенопс был совершенно прав. Если уж верить Иоанну, который учт о единственном истинном Боге, то никак нельзя радоваться и поклоняться чародею и считать его за Бога. Или Кенопс и его бесы, или Иоанна Христос. Кенопс выхватил из толпы одного юношу, поставил его перед всеми и спросил, жив ли твой отец умер, отвечал юноша, какой смертью. Он был моряк, корабль, на котором он плавал, разбился, и отец утонул. Тогда Кенопс повернулся к Иоанну и сказал, покажи нам, Иоанн, свою силу, чтобы мы поверили твоему учению. Представь сыну отца его живым. Христос послал меня не мертвых извлекать из моря, а учить обманутых людей, отвечал Иоанн. Вот, видите, обратился Кенопс к народу, этот Иоанн обманщик. Он только и может, что мутить вам голово своими речами. Хватайте же его и держите, чтобы не убежал. Сейчас вы увидите, как я верну юноше отца его живым. И те, кто всего час назад слушали Иоанна, схватили его. Кенопс торжественно поднял руки и ударил в ладоши, и тотчас море взволновалось и забурлило, все пришли в ужас, а Кенопс сделался невидимым. Велик ты, Кенопс, закричали все. Внезапно Кенопс вышел из моря, ведя за собой человека. Это ли твой отец, спросил Кенопс юношу. Да, господин, ответил юноша. Все бросились в ноги Кенопсу, прославляя его могущество, а потом вскочив, толпа ринулась к Иоанну, чтобы растерзать его, но Кенопс остановил народ. Погодите, сейчас вы увидите еще большее чудо. Тогда уж мучьте Иоанна. Он снова выхватил из толпы человека, на этот раз немолодого. «Был ли у тебя сын?» спросил Кенопс. «Да, господин», ответил тот. «Был у меня сын, господин?» «Ну, мы с завистью убит. А убийца где?» «Его казнили, господин». Кенопс закричал страшным голосом. Он вызывал по именам убитого и убийцу. В ту же минуту оба предстали пред ним. «Это ли твой сын и это ли его убийца?» спросил Кенопс. «Да, господин», отвечал тот. Кенопс с торжеством повернулся к апостолу. «Ну, что? Удивляешься, Иван?» «Нет, я этому не удивляюсь», тихо и спокойно ответил Иван. «Погоди», надменно сказал Кенопс, «скоро ты увидишь такое, что удивишься. Прежде чем ты умрешь, я приведу тебя в ужас и трепет чудесами». «Все твои чудеса скоро рушатся», отвечал Иван. Услышав такие слова, разъяренная толпа набросилась на Иванна. Его били до тех пор, пока не сочли мертвого. «Оставьте его без погребения», сказал Кенопс, «пусть его съедят хищные птицы». И все ушли с того места вместе с Кенопсом, веселясь и торжествуя, оставив неподвижное тело на земле. Но святой Иоанн не умер от этих побоев. Вскоре стало известно, что он снова учит народ за чертой города. Кенопс взял с собой трех бесов, которых люди считали воскрешенными мертвецами, и вместе с ними отправился на место, где был Иоанн. «Я намереваюсь тебя еще больше осрамить и постыдить», надменно сказал он Иоанну. «Только для этого я и оставил тебя в живых. Иди на песчаный берег моря, там ты увидишь мою славу и будешь окончательно посрамлен». Иоанн нисколько не противился и тут же пошел вслед за Кенопсом. За ними двигалась толпа народа. За Кенопсом с тех пор, как он пришел в город, все время ходили толпы. Все пришли на морской берег. Кенопс торжественно встал на берегу, воздел руки, хлопнул в ладоши, бросился в море, исчез волна. Народ закричал «Велик ты, Кенопс, и нет никого большего тебя». Мы не знаем, какое чудо собирался явить Кенопс и чем он думал посрамить апостола. Этого не узнал никто. Когда Кенопс скрылся в волнах, Иоанн приказал бесам, стоявшим рядом в подобии человечества, не отходить от него. И помолился он Богу, чтобы Кенопс погиб. Тихое море внезапно возмутилось, вскипело волнами, и Кенопс не мог уже выйти из воды. Так и остался он на дне морском. А бесам тем, которых все считали за людей, воскресших из мертвых, Иоанн сказал «Во имя Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего в третий день, повелеваю вам, уйдите с этого острова, и они тотчас исчезли». А народ еще три дня и три ночи сидел на песке, дожидаясь Кенопса. Многие из них могли от жажды, голода и зноя, а отойти никто не решался, боясь пропустить великое чудо. Трое детей даже умерли. Иоанн сжалился над ними, помолился об их спасении, воскресил умерших детей, исцелил больных и долго поучал их вере, так что все уверовали, крестились и разошлись по домам слави Христа. А Иоанн возвратился в дом Миронов и часто выходил к народу, уча о Христе и Иисусе. Великий Бог Волк Много исцелений и чудес совершил Иоанн в том городе, а прожил он там в доме Мирона три года. После этого он решил отправиться в другой город, в верстах в пятидесяти, жители которого оставались во тьме идолопоклонства. Когда Иоанн вошел в этот город, то увидел народ, совершающий праздник и тут же связанных юношей. Иоанн спросил одного из стоявших, для чего связаны эти юноши? «У нас есть великий Бог Волк», ответил тот, «и сегодня мы совершаем ему праздник, ему-то в жертву и будут заколоты эти юноши». «Покажи мне этого Бога», сказал Иоанн. «Если хочешь его видеть, то подожди до часа пополудни. Тогда жрецы вместе с народом пойдут на то место, где Бог является. С ними ты пойдешь и увидишь Бога Волка». «Очень хочется мне скорее увидеть вашего Бога», сказал Иоанн. «Я вижу, что ты человек добрый, а я пришел издалека. Только ты можешь помочь мне. Отведи меня скорее на то место, а я дам тебе за это драгоценную жемчужину». Очень захотелось тому получить жемчужину, и он согласился. Привел он Иоанна к болоту и говорит «Отсюда выходит наш Бог и является народу». Иоанн стал ждать, а человек, который его привел, тоже ждал, ведь когда Бог Волк выйдет из болота, он надеялся получить условленную плату. После полудня вышел из воды бес в виде огромного волка. «Именем Иисуса Христа», воскликнул Иоанн. Бес волк замер, а Иоанн спросил его «Сколько лет ты живешь здесь?» «Семьдесят лет», отвечало чудовище. «Повелеваю тебе именем Отца и Сына и Святого Духа уйди с этого острова и больше не возвращайся сюда», властно сказал апостол. Бес мгновенно исчез. Увидев все это человек, приветший Иоанна, пришел в ужас и пал к ногам Святого. Здесь же, на берегу страшного болота, Иоанн рассказал ему о едином истинном Боге, сотворившем мир, о грехе и истине, о спасителе нашем, Господе Иисусе Христе, о вере и покаянии. И каждое слово Святого запечатлялось в потрясенной душе бедного язычника. Вот ты получил от меня жемчужину, которую я обещал тебе, заключил свой рассказ Иоанн. В это время на берегу болота показалась процессия жрецов с ножами в руках. Они вели связанных юношей. За ними шел весь народ в праздничных одеждах. Шествие остановилось, все ждали выхода волка, готовясь заколоть юношей для его насыщения. Долго-долго стояла толпа в ожидании. Наконец Иоанн подошел к ним и сказал «Развяжите этих несчастных, они свободны». Нет больше вашего бога волка, это был бес, и его победила и прогнала сила Иисуса Христа. Жрецы пришли в ужас, они не могли поверить, что их бог погиб и начали искать его, но, конечно же, нигде не нашли. Пришлось развязать юношей. Выступив перед растерянной толпой, Иоанн сказал «Вот видите, до какого безумия обмана доводят незнание истинного бога. Вы мерзкого и бессильного пред богом злого духа считали за бога и отдавали ему в жертву ваших юношей. И он стал поучать людей истинной вере, рассказывая им о Христе. И многие из них, уверовав, крестились. Старый знакомый. В том городе, как и во всяком городе Римской империи, была баня, а в ней, как некогда в бане Эфеса, хозяйкой которой была Романа, обитал бес. И вот однажды случилось то же, что и в Эфесе. Бес умертвил мывшегося в бане юношу. Отец юноша был жрецом в храме Зевса. С плачем и рыданием прибежал несчастный отец к Иоанну, умоляя воскресить сына. Ведь он сам был свидетелем, как Иоанн чудесно спас обреченных на смерть юношей и победил злого беса волка. Если ты воскресишь моего сына, я уверую в того Бога, о котором ты говоришь нам, сказал жрец. Тело юноши еще оставалось в бане. Иоанн тотчас пошел туда, вслед за отцом. «Именем Христа, победившего смерть, я повелеваю тебе, встань и будь жив», воскликнул Иоанн, и юноша воскрес. Иоанн спросил его, какая была причина его смерти. «Когда я мылся в бане, отвечал тот, кто-то черный вышел из воды, схватил меня и удавил». Закляв живущего в бане беса именем Христовым, святой спросил его, кто ты и зачем живешь здесь? «Ох, издей ты преследуешь меня», застонал нечистый дух, «я тот, которого ты выгнал из бани в офесе, а живу я здесь уже шестой год, вредя людям». «Так навсегда уйди отсюда и не приближайся более к месту, огражденному великим и страшным именем Господа Иисуса Христа и без черным вихрем со стонами и воплями пронесся к морю. Жрец, который был свидетелем этой сцены, был так поражен, что тут же пал к ногам святого, прося немедленно крестить его самого и сына и весь дом его. В том же городе был особенно чтимый храм Вакха. Идолопоклонники называли Вакха отцом свободы. В праздник Вакха все жители города собирались у храма, устраивали пиршества, а затем разнузданные пляски, в которых предавались священному безумию. И вот в день празднества Иоанн пришел на площадь перед храмом и стал обличать беснующуюся толпу. Жрецы их было двенадцать набросились на святого и избили и связали его и так бросили, а сами возвратились к своему мерзкому делу. Боже вечный и праведный возвал Иоанн, не попусти совершаться беззакония. И вдруг стены и колонны храма капища потряслись и с грохотом обрушились. Все покрыло облако пыли, а когда пыль развеялась и осела, а с земли шатаясь стали подниматься люди, упавшие от сотрясения и ужаса, оказалось, что живы все, кроме жрецов, которые погибли до единого. Испуганные люди освободили апостола от туз и умоляли не губить их. Нукеан В этом городе тоже был свой знаменитый чародей по имени Нукеан. Услышав о разрушении храма и гибели жрецов, Нукеан вознегодовал. Он пришел к Иоанну и сказал, «Нехорошо ты сделал, что разрушил храм Вакха и погубил его жрецов. Говорят, ты учишь народ о каком-то боге любви, но какая же любовь в том, чтобы разрушать прекрасные храмы и губить людей? Умоляю тебя воскресить погубленных тобою, как воскресил ты сына жреца в бане. Вот тогда-то я поверю в твоего Бога». «Причиной их гибели было их беззаконие», отвечал Иоанн, «а они недостойны жизни. Пусть мучатся в вечной тьме, которую сами избрали». «Ну что же, раз ты не можешь воскресить их», сказал Нукеан, «я сам воскрешу их именем богов моих и восставлю разрушенный тобою храм, а ты не избежишь смерти». На этом они разошлись. Иоанн пошел учить народ, а Нукеан отправился на место павшего капища и, обойдя его с заклинаниями, вызвал двенадцать бесов, принявших образ убитых жрецов. «Идите за мною и убейте Иоанна», повелел им Нукеан. «Мы не можем не только убить его, но даже появиться на том месте, где он пребывает», отвечали бесы. «Само его имя страшно нам, так что умоляем, не произноси больше этого имени». «А если ты хочешь, как и мы того хотим, чтобы наш общий враг умер, сделай вот что. Приведи сюда народ. Увидев нас, все взъярятся и сами захотят убить его». Нукеан так и сделал. Отправился на место, где святой поучал народ вере и вскричал, обращаясь к многочисленной толпе, о несмысленной, зачем вы позволяете обманывать себя этому страннику? Он погубил ваш храм, погубил ваших жрецов, погубит и вас. Идите за мной, и вы увидите жрецов ваших, которых я воскресил, а потом у вас на глазах, я восставлю разрушенный храм. Иоанн сам сказал мне, что не может этого сделать. И все, как безумные, пошли за ним, оставив Иоанна. Но апостол вместе с прокором пошел другой дорогой, и раньше их был на том месте, где ждали бесы в образе воскресших жрецов. Увидев Иоанна, бесы тотчас исчезли, и вот пришел с народом Нукеан, а обещанных им жрецов нет. Не найдя их, Нукеан в тоске и скорби стал бродить вокруг развалин храма, всею силой своего колдовства пытаясь вновь вызвать бесов, но проку не было. Ведь Иоанн незаметно для толпы оставался поблизости и бесы не могли вернуться. Наступил вечер и народ несколько часов прождавший чудо в негодовании хотел убить Нукеана. Схватим его и поведем к Иоанну решение людей. Что тот скажет, то и сделаем. Услышав это, Иоанн с Прохором тем же путем вернулись на прежнее место. Вскоре подошел народ, влача за собой Нукеана. Этот обманщик и враг твой задумал погубить тебя, но мы сделаем с ним то, что прикажешь ты. Отпустите его, сказал Иоанн, пусть он покается. И чародея отпустили. Наутро Иоанн снова учил народ вери во Христа и многие уверовав просили крестить их, но когда Иоанн привел их к реке, чтобы крестить, все увидели, что вода в реке превратилась в кровь. Это сделал своими чарами Нукеан, который стоял рядом и с торжеством смотрел на Иоанна. Вот духовный слепец, не желающий увидеть истину, вздохнула Иоанн. Ты не прозреешь, пока не будешь наказан. Именем Господа Иисуса Христа достанут твои телесные очи, подобные нынешним душевным. И Нукеан ослеп. А святой помолился над водою, и она снова стала чистой. Иоанн крестил всех уверовавших, а слепший чародей стоял над рекой, сперва ничего не слыша от ужаса и горя. Он почувствовал, что никакие чары и заклинания не могут помочь ему, что он стал самым жалким из людей. Но вот до него стали доноситься звуки, плеск воды, людские голоса и молитвы Иоанна. И сам не понимая как, он впервые за много лет пришел в чувства. До сих пор он считал себя всесильным, стоящим над всеми людьми, которые не владели волшебным искусством, подобно ему. А сейчас он лишился зрения и оказался беспомощнее наврожденного котенка. Могущественные бесы, так много помогавшие ему, оставили его. Он был один, а перед ним была настоящая сила, еще неведомая ему, и эта сила спасала множество людей. Эта же сила бросила Нукеана к ногам Иоанна. Спаси меня, Божий человек, прости меня и мою злобу, помоги мне, умоли твоего Бога исцелить меня. Твердо и ласково поднял Иоанн волшебника с земли, отвел его в сторону от толпы и долго беседовал с ним наедине. А потом он снова подвел Нукеана к реке и крестил его, потому что бывший чародей покаялся и всем сердцем желал обрести истинного Бога, посвятить ему свою жизнь. Трижды погрузил Иоанн Нукеана в воду реки. Крещается раб Божий Нукеан во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Глаза Нукеана вновь видели. Со слезами радости, полной невыразимой благодати и сердечного покоя, какого не знал он за всю свою жизнь, повел Нукеан самого дорогого для себя человека Иоанна в свой дом, чтобы отблагодарить его. Вот вошли они во внутренний двор, встречаемый слугами. Внезапно из комнат послышался шум, и навстречу хозяину выбежали все прочие рабы и домочадцы. Оказалось, что едва Иоанн переступил порог Нукеанова дома, все идолы, большие и малые, что были в доме, рассыпались в прах. И это чудо так потрясло всех домашних, что в тот же день пожелали креститься и они. Сокровище Патмоса Так за годы своего пребывания на Патмосе Иоанн едва ли не всех жителей острова обратил ко Христу. Но не только Патмосу, а и всему миру даровал Святой великое сокровище, пока был на этом острове. Это сокровище Святой Евангелие, Евангелие от Иоанна. Однажды, заповедав всем христианам Патмоса поститься, он взял с собой Прохора и ушел из города на далекое расстояние. Взойдя на высокую гору, Иоанн пробыл в молитве три дня. После третьего дня загремел великий гром, гора затряслась, Прохор от страха упал на землю, обернувшись к нему, Иоанн поднял его, посадил по правую руку от себя и сказал, пиши то, что услышишь из уст моих. И, воздев очи к небу, снова молился, а после молитвы стал говорить. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это были первые слова его Евангелия, благой вести о Христе Сыне Божием. В пасхальную ночь именно эти слова звучат во всех православных храмах на разных языках, гремят по всему миру. Так со слов Иоанна было записано рукою Прохора и все Евангелие. Сойдя с горы, апостол велел Прохору переписать все, что он записал, чтобы переписанное оставить христианам Патмоса. На Патмосе написал святой Иоанн Богослов и другую книгу Откровения или Апокалипсис, книгу о последних судьбах мира, о страшном суде. Предание рассказывает, что однажды он ушел с Прохором в пещеру и провел там с ним вдвоем в молитве десять дней, а потом еще десять дней один. В последние десять дней он ничего не ел, а только молился Богу, прося Его открыть свою волю о мире. Наконец он услышал голос свыше «Иоанн, Иоанн, что ты повелишь Господи?» спросил апостол и получил ответ «Потерпи еще десять дней и будет тебе откровение многого великого». И еще десять дней провел Иоанн без пищи и питья в непрестанной пламенной молитве к Богу. Тогда совершилось дивно, ангелы от Бога сошли к нему и возвестили ему неизреченные и несказанные тайны. И когда Прохор возвратился к пещере, Иоанн послал его за чернилами и свитком и два дня говорил ему о бывших ему откровениях, а Прохор записывал их. Так и возникла эта книга, вошедшая в Библию, откровение святого апостола Иоанна Богослова. Это самая таинственная и непостижимая книга Библии. Возвращение в Эфес Все, для чего привел Господь Иоанна на Патмос, было сделано. Пришел и конец ссылки. Император Домициан, сославший Иоанна и Прохора, был убит. Новый император Нерва освободил всех изгнанных и заточенных прежним правителем. Иоанн решил возвратиться в Эфес. Христиане Патмоса умоляли не покидать их, но он был тверд. Жителям Патмоса было оставлено Евангелие. Перед тем, как покинуть остров, святой апостол Иоанн обошел все города и селения Патмоса, утверждая христианское братство в вере. И провожали его верующие с великим плачем и рыданием. Заходит солнце, просветившее учением правды нашу страну. Зато в Эфесе апостолы встречались ликованием, с радостными криками «Благословен грядущий во имя Господне!» История юноши В Эфесе Иоанн не переставал трудиться, уча народ и наставляя его на путь спасения. С проповедью Евангелия он обходил и многие другие города Азии, чтобы всем принести свет Христов, устраивал повсюду святые церкви и поставлял епископов и священников. В каком-то городе неподалеку от Эфеса апостол обратил внимание на одного юношу, увидев в нем пылкую душу, расположенную к добрым делам. Иоанн просветил и крестил его. Покидая этот город, чтобы проповедовать Евангелие в других местах, святой Иоанн при всех сказал новопоставленному епископу города. Вот этого юношу перед всей церковью и перед Богом я поручаю тебе, храни его как сокровище, заботься о нем, учи его добру. Чтобы исполнить волю апостола, епископ принял юношу в свой дом и добросовестно учил его священному писанию. Ему казалось, что этого достаточно. Вот закон Божий учить ему и значит учить добру. Какое еще воспитание нужно? До того ли было епископу, чтобы вникать в то, с кем общается молодой человек, о чем думает, кроме учения, о чем разговаривает со своими сверстниками? А ведь враг рода человеческого куда усерднее охотится на хороших людей, чем на плохих. Самая желанная добыча для дьявола именно тот, кто познал Бога, кто горит душой, кто стремится к добру. И будь его врага воля, он бы всех людей сделал такими, как Иуда, который был в числе ближайших учеников Христа и предал его. Да, юноша изучил в епископском доме священное писание. Но ему хотелось как можно больше быть с молодыми людьми, такими же, как он, ни в чем не отставая от них и даже во всем опережая их. Он ведь был пылкий, талантливый, живой. И еще ему очень хотелось горячо спорить ночи напролет только не с всезнающими взрослыми, которые смотрят на тебя сверху вниз. С ними не поспоришь, им уже все заранее известно, а с теми, для кого его слова что-то значат и с кем можно говорить на равных. А еще он чувствовал, что впереди у него огромная жизнь, и эта жизнь должна быть очень богатой, необыкновенной, и что все ее радости, недоступные прежде, когда он был ребенком, он должен познать и испытать. Свободы у него было предостаточно, сверстники тянулись к нему, потому что он был яркой личностью, и везде он был первый. О, на каких замечательных молодежных пирушках он все чаще бывал. Там говорили обо всем на свете, взахлеб, правда, нередко к утру, никто уже и не помнил, о чем шла речь, и часто все кончалось безобразным пьянством, но и это было потрясающе интересно, это была настоящая взрослая жизнь. И на следующий день, придя в себя, юноша с удовольствием и гордостью рассказывали друг другу о том, до какого беспамятства они напились и что вытворяли пьяным. А потом был первый ночной грабеж. Все это казалось захватывающей игрой, притом игрой не на жизнь, а на смерть. Если бы их поймали, схватили, они дорого поплатились бы. Но все обошлось, и они были счастливы, и тут же устроили такую пирушку, какой еще и не бывало. А на утро он понял, что они сделали. Теперь все, чему учил его святой Иоанн, а потом епископ и священное писание, все это было так далеко, так недоступно. Это была другая жизнь, а он был теперь вор и грабитель. Уж если быть грабителем, великим. И юноша стал атаманом разбойником. Так породистый мощный конь, закусив у дела, вдруг сворачивает с прямой дороги и неудержимо несется в пропасть. Так был потерян для церкви тот, которого как сокровище предал апостол Иоанн на сохранение епископа. Прошло время. Апостол Иоанн вновь пришел в тот город. Он призвал епископа и сказал ему, возврати мне сокровище, которое я и Христос верили тебя на сохранение, чему свидетельцей церковь, которой ты управляешь. Епископ перепугался, думая, что кто-нибудь наговорил на него святому, будто он похитил какие-то деньги. Какое сокровище? спросил он. Я требую у тебя юношу, которого вручил тебе при всех, для того, чтобы ты научил его страху Божию. Требую душу брата. Юноша умер, застанав из глубины сердца, отвечал епископ. Как умер? Какой смертью? Умер для Бога, продолжал епископ. Он законченный негодяй, хуже того, разбойник, хуже того, гроза всей округи. Он уже не в церкви, а на горе со своей шайкой головорезов. Услышав это, апостол в горести растерзал одежды свои и с плачем, ударяя себя по голове, восклицал. Хорошего же стража оставил я душе брата. Так ли подобало тебе хранить душу его? Подайте мне скорее коня и проводника. И едва к нему подвели коня, поскакал в горы. Здесь была застава разбойников, апостола схватили. Он не пытался убежать, отпроситься на волю. Я затем и пришел, вскричал он, чтобы быть схваченным вами. Ведите меня к своему предводителю, дело о жизни и смерти. Вооруженный предводитель стоял, ожидая, когда к нему подведут пленника, и вдруг узнал апостола. Его охватил такой ужас и стыд, что он бросился бежать прочь, а святой, забыв свою старость, погнался за ним, что было моче с воплем. Дитя, зачем бежишь ты от меня, своего отца, старого, дряхлого, безоружного? Пожалей меня, сынок. Не бойся, еще есть тебе надежда на жизнь. Я отвечу Христу за тебя, если нужно, и смерть за тебя приму, как Господь принял ее за всех нас, и душу мою отдам за душу твою, остановись. Поверь, Христос послал меня. Распойник замер, весь сжавшись. Он стоял как окаменелый, не смея даже повернуть головы. Потом обернулся, не поднимая глаз, ничего не видя, и очутился в объятиях старца. Иоанн целовал его лицо и руки, обливая их слезами и прижимая к своей груди трясущегося от рыдания разбойника, говорил слова любви и веры. Вместе возвратились они в город. А потом последовали долгие месяцы покаяния, трудов, с которыми вновь рождалась для жизни погибшая была душа. Труды эти несли они оба плечом к плечу, старец и молодой человек. Как и обещал Иоанн, разделял с кающимся строгость покаяния. Сам с ним постился и молился и, отложив все свои прочие дела, не покидал этого города. Не покидал до тех пор, пока не смог наконец, благословив свое духовное чадо, сказать ему «Иди в мир, дитя мое! Своими слезами, раскаянием, трудами и постом ты укрепил свою душу, и теперь ты не дитя, а воистину взрослый мужчина перед Богом. Ты можешь идти к Царствию Небесному, не опираясь постоянно на своего старого немощного отца. Где бы я ни был, любовь моя пребудет с тобою неотлучна, и уже ничто не должно отлучить тебя от Божьей любви. Недейственный яд Один христианин впал в жестокую нужду. Не только жить ему было не на что, но многим он был должен, и отдать было нечем. А те, кому он был должен, совсем замучили его, требуя вернуть долги. Никакой надежды заработать денег у него не осталось, и он впал в полное отчаяние. Нет греха тяжелее. Ведь и окаянный Иуда, если бы не отчаялся, мог бы еще покаяться за свой страшный грех и получить прощение от Всеблагого Господа, но вместо того он пошел и удавился. Вот и тот бедняк, хоть и был он христианином, в отчаянии своем ничего не смог придумать, кроме как покончить жизнь самоубийством. А за помощью в этом страшном замысле он обратился к волхву Иудею, попросил у него смертельного яда. Яд я беру для себя самого, а в уплату ты возьмешь все то немногое, что останется после моей смерти, домишко и все, что в нем еще есть. Иудей, враг христиан и друг бесов, исполнил просьбу и дал ему смертоносного питья. Взял христианин страшную чашу и понес ее домой. Жутко стало ему по дороге, ведь час назад смерть была только в его мыслях, а теперь он держал ее в самых своих руках. Когда выпьет он эту последнюю чашу, пути назад не будет, навек погибнет и тело его, и душа, от ужаса он не мог идти дальше. Мысли и чувства вихрем кружились в нем, и невидимые злые духи, как хищные птицы, уже терзали его душу. Он едва не потерял сознание, но выпрямился, осенил чашу крестным знамением и залпом выпил. Выпил и остался стоять посреди улицы. Не повредило ему страшное питье. Ничего не понимая, пришел он в свою лачугу и бросился на убогое ложе. Мысли все кружились вихрем, не складывались во что-то ясное. Может быть, он и понял бы, что случилось и зачем. Может быть, хотя бы спасенный от неминуемой смерти, вдумался, от какого греха отвратил его бог. Да тут в дверь заколотил самый главный его взаимодавец и грубо закричал «Не прячься, негодяй!» «Я знаю, что ты дома. Не отступлю от твоего порога, пока не вытрясу из тебя все до последнего медика». Со стоном схватился бедняк за голову, понял, что выхода по-прежнему нет, вскочил, бросился к двери, отодвинул засов и крикнул прямо в лицо взаимодавцу «Вот, иду за деньгами, что я тебе должен, жди меня, без денег я не вернусь». А про себя добавил «Верно ведь, не вернусь уже ни с деньгами, ни без денег, и скорее мимо, к волхву». «Дай мне яду посильнее», сказал он аудею, войдя в его дом, видя, что тот не подействовал. Иудей удивился, видя его в живых и дал ему самого сильного яда. Медленно в раздумья пошел христианин в сторону дома. Конечно же, дома ему нечего было делать. У порога, скорее всего, ожидал его все тот же взаимодавец, а может быть и другие с ним. Но и торопить последние мгновения он не хотел, он и после первого-то раза не пришел в себя. Однако отступать было некуда, и сколько ни тени окончать было надо. Он перекрестил чашу и выпил ее до дна. Ничего. Он был жив, он был цел, здоров, яд снова не подействовал. Но и обманщики эти волхвы, подумал он, придя в себя. Илюш, этот наш совсем неискусный. Только голову людям морочит, а сам даже яда составить не может. И он повернул обратно. Ворвавшись в дом волхва, он закричал. Ты опять обманул меня лживый иудей. Снова ты дал мне не яд, а неизвестно что. Разве с такими вещами шутят? Иудей даже побледнел. Ты пил то, что я тебе дал в изумлении, еле выговорил он. Еще бы, все до капли, а толку чуть. После долгого молчания иудей спросил, а что ты делал, когда пил этот яд? Может быть, ты говорил какие-нибудь заклинания, или кто-нибудь тебя научил что-то съесть или выпить перед тем, как принимать яд? Да ничего я не делал, просто выпил и все, нетерпеливо ответил бедняк. Не может быть, твердо сказал пришедший в себя волхв. Это самый сильный, совершенно смертельный яд, действующий мгновенно. Смотри, вот я беру ту же бутыль и наливаю из нее всего лишь несколько капель. Он взял миску, налил в нее похлебки из горшка и капнул из сосуда, из которого лишь несколько минут назад наливал страшное питье христианину. Подойдя к порогу, он свистнул собаку и поставил перед ней миску. Собака жадно накинулась на похлебку и в ту же минуту издохла. Теперь побледнел христианин. Мучительное размышление отразилось на его лице. Наконец он воскликнул. Нет, я ничего не делал с этой чашей, я только осенил ее крестным знамением. Иудей помолчал, а потом с трудом выдавил из себя. Значит, этот-то знак, это ваше странное действие и победило яд. Другого объяснения нет. Оба почувствовали себя совершенно обессиленными и опустились на скамью. А потом Иудей сказал, «Веди меня к вашему главному, к начальнику христиан. Я должен все узнать от него». Вместе пришли они к Иоанну и рассказали всю историю, ничего не утаив, а Иоанн молча слушал их. «Объясни же мне, в чем сила вашего страшного знака? Почему знак креста побеждает все мои чары и прогоняет смерть?» заключил свою речь Иудей. «Ты ведь знаешь, чей именно крест, орудие чьей позорной казни изображает наше крестное знамение?» спросил его Иоанн. «Да», с огромным напряжением отвечал Иудей, «вашего учителя Иисуса, который и сам себя объявил Сыном Божиим Христом Спасителем, но учил тому, чего нет в Писании, чему не учил нас Отец наш Моисей. Он смущал своими странными учениями народ Божий, поэтому его и казнили позорной казнью на кресте. С глубокой любовью и лаской, глядя прямо в глаза ему, Иоанн начал свой рассказ. Слова Иоанна взятая из его Евангелия и посланий. Закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа, Сына Божия. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наше. Он был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он в мире был тот, через кого мир начал быть, и мир его не познал. Он пришел к Своим, к Своему народу, и Свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть детьми Божиими. Вот откуда великая власть, которую имеет крестное знамение, знак нашей веры в величайшую любовь Божию. Господь Иисус Христос умер за нас, а выше этой любви не бывает. Долго длился рассказ Иоанна. Он рассказывал о том, как воплотился Господь Иисус Христос, как учил он людей и дал им главную заповедь любить друг друга той же любовью, которой он сам возлюбил людей, о его чудесах, тех, которые Иоанн видел своими глазами, о его добровольном страдании и смерти, о его воскресении, которым он победил смерть, о том, как являлся он воскресший своим ученикам, а потом вознесся на небо к Богу Отцу, и о том, как в день Пятидесятницы Дух Святой осенил учеников, научил их всякой премудрости и так родилась Церковь и как она распространилась по миру и о том, кто же такие христиане и какую силу дает им Бог. Я рассказал тебе о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осизали руки наши, завершил свою речь Иоанн. Мы, ученики Его, видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали, в нее. «Я хочу тоже быть с ним и с вами», тихо и твердо, сказал Иудей, когда Иоанн смолк. «И если, как ты говоришь, в крещении верующий умирает с Христом и воскресает вместе с Ним, я хочу так умереть и воскреснуть для новой жизни с Ним». Взяв его за руки и взглянув ему в самое сердце, Иоанн ответил, «Река рядом, сейчас мы пойдем с тобой и совершим святое крещение». Но здесь еще одна душа, несчастный христианин, который от страшной нужды и лишений забыл о Боге своем, и только великой благодатью Божией избег непоправимого и ужаснейшего греха. Ни ты, ни я не будем христианами, если не поможем ему». Обернувшись к бедняку, он сказал, «Принеси со двора охапку сена». Тот опрометью бросился во двор и принес сено. Иоанн перекрестил охапку и вознес к Богу молитву, «Боже милосердный, Господи Иисусе Христе, яви силу креста твоего на этом сене, и во спасение этих рабов твоих обрати его в злато». И тотчас куча сена обратилась в кучу золота. «Этого хватит тебе, чтобы заплатить долги, и чтобы больше не впадать в новые, а в достатке содержать свой дом». «Иди жив, пред не греши», сказал Иоанн бедняку, и, взяв иудея за руку, повел его к реке креститься. Кончина Он дожил до глубокой старости. Последние годы он провел в Эфесе, где жил в доме Домна, некогда воскрешенного им. Диаскор, отец Домна, давно умер. Прохор тоже был с ним. Он был стар, очень стар. У него уже не было сил обходить окрестности Эфеса, тем более путешествовать в соседние города Азии. К нему приходили епископы, и он поучал их. Он желал, чтобы они непрестанно учили народ слову Евангелия, а более всего, первой главной евангельской заповеди, заповеди любви. Когда силы совсем оставили его, ученики на руках приносили его в церковь. Он уже не мог долго говорить, не мог произносить проповеди и поучений, а только все время говорил «Детки, любите друг друга». Давно уже скончались все апостолы, все, кто видел живого Господа, а он, любимейший ученик Христа, все еще оставался на этой земле. Люди считали за счастье увидеть его, коснуться его руки, а он повторял «И всем приходящим детки, любите друг друга». «Почему ты повторяешь одно и то же?» осмелились однажды спросить его ученики апостол отвечал «Это главная заповедь. Если вы исполните ее, то исполните и весь закон Христов». Однажды, ему было уже сто четыре года, он сам вышел из города с семью своими ближайшими учениками. «Весь путь он прошел даже не опираясь на них. Наконец он остановился и велел им сесть, а сам, отойдя на вержение камня, расстояние, на которое можно бросить камень, начал молиться. Потом, вернувшись к ученикам, он повелел им рыть крестообразную могилу. Плача, ученики исполнили его повеление, а он, в него будто вселилась новая сила, его прежняя старческая немощь прошла, утешал их и поучал. Потом сказал Прохору, «Дитя мое, после моей кончины сразу отправляйся в Иерусалим и оставайся там до собственной кончины. Не навек наша разлука». И еще поучив плачущих учеников, поцеловав каждого, он сказал, «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею». И спустился в могильную яму. Ученики не смели ослушаться учителя. Плача, поцеловали они его и покрыли землей до колен. Он снова поцеловал каждого, и они засыпали его землею по шею. Он велел прикрыть его лицо покрывалом. Последние мгновения видели ученики самое дорогое им на земле лицо. Но вот и покрывало было накинуто, и уже сквозь ткань, облобызав его голову, они засыпали его землей. Со слезами вернулись они в Эфес и рассказали обо всем прочим ученикам. Да ведь все христиане Эфеса были учениками его. В городе воцарилась глубокая скорбь. Хотя христиане понимали, что апостол перешел к лучшей жизни, что любовь его остается с ними, но горестно было им, что они не смогли дать ему последнего целования, наглядеться на него перед разлукой. И многие так скорбели, что решили пойти к месту, где похоронен апостол, и раскопать могилу, чтобы проститься с ним. Так и сделали. Но могила была пуста, только земля и камни. Так тайной закончилось земное странствие любимого ученика Христова, служителя тайн Божиих. А на том месте близ Эфеса из года в год стало совершаться малое чудо. 8 мая из гроба апостола стала исходить тончайшая красноватая пыль, тонкий прах, и многие по молитвам святого апостола получали от этого праха исцеление от тяжких болезней и освобождение от страстей столь многие, что сам этот день церковь стала праздновать как второй день памяти апостола. Отчего именно в этот день не знает никто? Так Бог велел, так из века в век ежегодно случалось. 8 мая по древнему счету и по церковному календарю, а по нашему теперешнему светскому, пришедшему к нам с запада, празднование этого дня приходится на 21 мая. А кончину святого апостола празднуем мы 26 сентября по церковному календарю, 9 октября по нашему мирскому. Почему празднуем? Разве смерть праздник? Для святых смерти нет. Когда Господь воскрес, Он воскресил с собой все человечество, избавил от власти смерти. Еще при своей земной жизни Он говорил, а святой апостол Иоанн Богослов передал нам Его слова. Истина, истина говорю вам, слушающий слово Мое, и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна. Я живу, и вы будете жить, сказал Он своим ученикам перед самым исходом на страдании распятия. Вот почему мы называем кончину святых не смертью, а представлением, переходом от земли к небу, от людей к Богу, от временной жизни к вечной, от худшей к лучшей, той, где царит любовь и правда, потому что там Бог. Не дальше от нас, а ближе к нам становятся святые, когда завершают свою земную жизнь. Их любви и молитвы еще меньше мешает пространству и времени, чем мешало оно, когда они были на земле, а прижизненные чудеса святых показывают, что уже и на земле они не во всем были подвластны законам природы, потому что в них уже жил Бог. и если мы любим их и молимся им, они отвечают нам любовью и молят о нас всемилостивого и вселюбящего Бога. Вот поэтому-то мы молимся святым и радуемся им. однако участь любимого ученика Христова и в кончине была особой, отличной от участи других святых. Недаром никто не видел его мертвым, усопшим, а ведь о нем еще при жизни его пронеслась весть между христианами, что он не умрет. Это предание возникло из слов воскресшего Христа, сказанных об Иоанне апостолу Петру. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Сам Иоанн в последней главе своего Евангелия передал нам эти слова Христа и то, как их поняли ученики, но подчеркнул Иисус Иисус не сказал ему, что не умрет, а только сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе доказал? Так таинственно ушел он с земли, чтобы быть с возлюбленным своим Господом и Учителем. Так любовь его осталась с нами, и неслышно повторяет он тем, кто помнит о нем и любит его. Детки, любите друг друга, а мы молимся ему. Святые апостоли и иангелисти Иоанне Богослови, моли Бога о нас. Святой апостол Иоанн Богослов в нашей жизни. Апостол и евангелист Иоанн Богослов Память 26 сентября по старому стилю, 9 октября по новому и 8 мая по старому стилю, 21 мая по новому стилю. Любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, апостол любви, непрестанно учивший ей своих учеников и всех нас, отзывается на всякую молитву о умножении любви, о добрых отношениях в семье. Хранитель тайн Божиих, изображаемые на иконе с перстом прижатым кустам, он помощник всех ищущих разумения Божественной премудрости и истинного просвещения сердца Светом Христовым. Иоанн Богослов хранитель чистоты и целомудрия. Он также покровитель иконописания. Почему можно узнать из приведенного ниже чуда о гусаре и иконе. Бывшему рыбаку ему молятся также об удачной ловле рыбы и вообще о рыболовстве. Из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. В Библию в Новый Завет среди посланий писем святых апостолов включены три послания святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Эти послания названы соборными. Он писал их всей церкви, а не христианам какой-либо определенной области, для чтения в собраниях верующих. Обращены они и к нам с вами. В них самое заветное, что хотел сказать апостол от себя каждому христианину. Часто повторяются в них те слова, которые он беспрестанно повторял в последние годы жизни. Детки, любите друг друга. Именно детки в славянском переводе чаться ласково и нежно. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Глава первая Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Глава вторая Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. мир мир потому не знает нас, что не познал его. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человеко-убийца, а вы знаете, что никакой человеко-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истинною. Глава третья Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенна в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нем. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие, ибо всякое рожденное от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Глава 4, 5. Вспомним Евангелие. Все четыре евангелиста часто упоминают Иоанна среди христовых учеников. Иоанн был свидетелем важнейших событий жизни Господа Иисуса Христа. Попытаемся собрать воедино то, что рассказывают нам об Иоанне Богослове Евангелие и что прибавляет об этом священное предание Церкви. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был внуком Иосифа Обручника, сыном Зеведея и дочери Иосифа Соломии. Конечно же Господь Иисус Христос знал его с самого его рождения, как и его старшего брата Иакова Зеведеева. Этих мальчиков прозвали сынами Громовыми. По-еврейски это просьбище звучит Ванергес. Наверное за то, что они были очень шумными и даже озорными ребятишками. Бывает так, что обычное просьбище отражает что-то очень важное в характере человека. Чистый, добрый, незлобивый и доверчивый Иоанн был очень горяч душою. Он любил Бога не в полсила, не иногда, а всем своим пламенным сердцем. Это свойство, это чувство называется ревностью по Боге, и оно тоже бывает как гром. Тихо и кротко человек, когда коснется дело святыни, славы Божией, весь преисполняется огня, не боится ничего и никого, и готов всю душу положить за Бога, и появляется в нем сила, подобная грозе. Вот за это-то и любил Господь Иоанна больше всех своих учеников, а когда призвал его на проповедь, подтвердил это его имя, сын громов. Прошли годы, и Иоанн прозвища обрело другой глубокий смысл. Его богословие прозвучало во всем мире и наполнило всю землю, как наполняют ее раскаты грома. Но было это уже много лет спустя, после того, как Господь призвал юного Иоанна от рыбацких сетей на проповедь Евангелия. Зеведей с женой Соломией и детьми жили в селении Вевсаида на берегу Галилейского моря. С детства братья помогали отцу в рыболовстве и торговле. В Вевсаиде жили и другие два брата, которые впоследствии тоже стали ближайшими учениками Господа Иисуса Христа Петр и Андрей. Они были старшими друзьями сыновей Зеведеевых. Когда вышел на проповедь святой Иоанн Креститель, все они охотно сделали с его учениками, хотя еще не оставляли ни своего дома, ни обычных занятий. Иоанн Креститель говорил приходящим к нему, «Я крещу вас водою, но идет сильнейшее меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас духом святым и огнем». На другой день, увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. О нем я и сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Рядом с ним стояли Андрей и Иоанн. Услышав эти слова, они тотчас пошли за Иисусом и пробыли в его доме весь тот день. Иоанн Богослов на всю жизнь запомнил обстоятельства того дня и в своем Евангелии даже отметил, что было около десятого часа. Но в эту пору Господь Иисус Христос еще не начал своего общественного служения, а Иаков с Иоанном оставались учениками Иоанна Крестителя. Три дня спустя Иоанн стал свидетелем первого чуда, совершенного Иисусом – превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою и уверовали в него ученики его, пишет в своем Евангелии Иоанн. Уверовали и стали учениками обоих и великого пророка Иоанна Крестителя и Господа Иисуса Христа. Но недолго оставалось им быть учениками Иоанна Крестителя. Вскоре тот был взят под стражу и заключен в темницу за то, что он обличал грехи царя. А Господь Иисус Христос стал проповедовать по берегам Галилейского моря, говоря «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Однажды, проходя по берегу, он увидел братьев Андрея и Петра закидывавших сети в море. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», сказал он. И братья, оставив сети, тотчас последовали за ним. Пройдя еще немного, увидел он и сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои и призвал их, и они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. С этой минуты Иоанн всюду следовал за Господом и Учителем и стал его любимым учеником, свидетелем многих его чудес и главнейших событий его земной жизни. Юный Иоанн в числе трех особенно приближенных Господу учеников. Только их, Петра, Иакова и Иоанна, брал с собой Иисус Христос, когда воскрешал дочь Иаира, когда преображался на горе Фавор, когда молился в Гефсиманском саду. Замечательно, что сам Иоанн, написавший свое Евангелие позже других апостолов, ничего не рассказывает в нем об этих событиях, о них уже написано. Но о Тайной Вечере он рассказывает намного подробнее других евангелистов. И только он поведал о том, как Христос умыл ноги ученикам и передал нам сокровеннейшую беседу Христа с учениками, происходившую тогда. В рассказе о Тайной Вечере Иоанн впервые ясно упоминает о себе самом, о любимом ученике, возлежавшем у груди Иисуса. По обычаю, пошедшему от греков и распространившемуся по всей Римской империи, за трапезой возлежали на специальных ложах, стоявших по трем сторонам стола. Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил «Кто это?» о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему «Господи, кто это?» Иисус отвечал «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Солили тогда пищу не сухой солью, как мы обмакивали в особый пряный рассол. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А так как у Иуды был ящик для сбора денежных пожертвований, то некоторые думали, что Иисус говорит ему «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И, наконец, Иоанн, единственный из всех учеников, оставался у креста Господня вместе с женщинами, когда все прочие разбежались. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей «Жено, все сын твой», потом говорит ученику «се Матерь Твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. О воскресении Христовом он узнал почти тогда же, когда и женщины мироносицы. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первой, и наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Таинственны события последней главы Евангелия Иоанна. Всю ночь ловили рыбу на Галилейском озере Петр, сыновья Зеведеевы, и еще четверо учеников Христовых, и не поймали ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двух сот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. А потом, после краткой беседы с Петром у костра, Господь сказал ему, иди за мною. Но Петр, обернувшись на Иоанна, спросил Иисуса, Господи, а он что? Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною, отвечал ему воскресший Господь. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? пишет Иоанн и заканчивает свое Евангелие свидетельством, как золотую печать ставит. Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. Много и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Чудо о гусаре и иконе Эта повесть изложена в очень древней книге под названием Пролог, которая была излюбленным чтением христиан на протяжении многих веков. В маленьком городке неподалеку от Константинополя жил мальчик сирота, который тем только и поддерживал свою жизнь, что нанимался пасти гусей. Так его все и называли гусарь, гусапас, а имени его никто и не помнил. На вратах городка была икона святого апостола Иоанна Богослова. Вспомним, что город это и есть огороженное пространство, и все древние города, даже маленькие, имели городскую стену и ворота. Мальчик ежедневно выгонял своих гусей за городскую стену и пас их неподалеку от городских ворот. При этом он больше всего любил смотреть на прекрасный образ святого и даже пытался перерисовать его пальцем или палочкой на песке. Так мил ему был образ святого, что он стал молиться. Господи, дай мне научиться переписать этот образ. Я всей душой желаю этого. Но у него ничего не получалось. Снова и снова заглаживал он свой рисунок на песке и начинал чертить опять. И так целых три года. Однажды подошел к нему величественный седой старец и спросил, «Что ты делаешь, гусарь? Что рисуешь на песке?» Мальчик орабел, но ответил, «Посмотри на городские ворота, господин, видишь образ святого Иоанна Богослова?» Я уже третий год пытаюсь на песке изобразить его. Святой Иоанн Богослов, а это было именно он, спросил, «Так ты хочешь научиться и к написанию?» «О, да, господин», ответил мальчик, «Я хочу этого больше всего на свете». Достав тростниковое перо и чернила, старец написал такое послание, «Я Иоанн Богослов, возлежавший на груди Господа и пивший его чашу на тайной вечере, к тебе о Хинаре, посылаю это дитя Гусапаса, научи его иконописанию, так, чтобы он писал иконы лучше, чем ты сам». Он запечатал письмо перстнем и дал мальчику, сказав, «Иди в Константинополь, там есть царский живописец по имени Хинаре, он расписывает золотые царские палаты, а к заутрине всегда ездит в храм Святой Софии, дождись его там и передай ему это письмо, скажи, мне дал его Иоанн Богослов, он возьмет тебя к себе». Сказав это, он исчез. Бросив своих гусей, мальчик побежал в столицу. Было еще утро, заутрине в храме Святой Софии кончалось, из храма стали выходить люди, мальчику показали колесницу царского иконописца и он бросился к тому с письмом. Иконописец, взяв письмо, стал читать его, а мальчик бежал рядом с колесницей. Прочитав письмо, Хинарь в изумлении взглянул на мальчика. «Откуда у тебя это?» спросил он. Мальчик, волнуясь, рассказал ему все, что приключилось с ним на пастбище. Иконописец понял, что письмо подлинное, к тому же он видел, что маленький оборванец и читать-то не умеет, что произошло чудо и боялся ослушаться повеления. Пришлось взять мальчика к себе в учении. Нет, к себе, но не в учении. Учить сироту он не хотел. Черная зависть объяла его сердце, и он твердо решил не передавать секретов своего искусства. Он поручил мальчику все многочисленные подсобные работы в мастерской, научил подготавливать доски к иконописи, растирать краски. Все эти работы, необходимые для иконописи, мальчик усердно исполнял, но к кистям его не подпускали. В то время на средство одного вельможи была построена каменная церковь, и иконописцу Хинарю был дан заказ написать для нее икону святого апостола Иоанна Богослова. Иконописец пошел осмотреть храм, для которого была заказана икона, а в свое отсутствие приказал мальчику растирать краски. По Божию промыслу иконописец задержался до обеда. Мальчик готовил иконную доску к письму, когда в мастерскую вошел Иоанн Богослов и спросил, что ты делаешь, гусарь? Трукраски для моего мастера он будет писать икону Иоанна Богослова, отвечал мальчик. Иоанн сказал, вставай и сам пиши эту икону. В трепете мальчик отвечал господин, я никогда не брал кисти в руки и не учился писать. Смотри на меня и пиши, повелел Иоанн, но мальчик не знал, как и взяться за дело. Тогда Иоанн вложил в его руку трость, то есть тростниковое перо, которым рисовали. И так рукой у мальчика начертал на подготовленной доске свой образ, а затем также рукой у мальчика стал слой за слоем покрывать его красками. Когда икона была написана, Иоанн вышел. И просветися палата от иконы аят солнца, рассказывает древний повествователь. Агусарь заплакал, в ужасе думая о том, какое наказание ожидает его от иконописца за своеволие. Иконописец, придя, был поражен. Икона была совершеннее всего, что мог он написать. Мгновенно слух о чудесной иконе донесся до царских палат. Царю сказали, у твоего иконописца есть ученик, он только третьего дня поступил в учение, а вчера уже написал икону Иоанна Богослова, да такую, что вся палата просвещается от нее, как от солнца, и вообразить невозможно. Тотчас царь повелел принести икону, и принесли икону в царские палаты, и объял царя страх от сияния иконы. Придворные судили доредили о происшедшем. Одни говорили, ученик превзошел мастера. Нет, мастер искуснее, возражали другие. Слыша эти споры, царь сказал, я справедливо рассужу, кто искуснее. Пусть каждый из них напишет по орлу на стене моих палат. А я возьму ястреба и пущу. На которого орла бросится ястреб, обманутый искусством художника, тот и окажется лучшим. Правильно ты рассудил, о царь, согласились придворные. И вот мастер и ученик написали по орлу на стенах царевых палат. А все пришли полюбоваться на их работу. Увидев изображение, созданное царским иконописцем, вельможи воскликнули нет на всем свете подобного ему. Но когда подошли к творению ученика, то и вовсе лишились слов. Так оно было прекрасно. А царь, как и задумал, пустил ястреба. Птица мгновенно устремилась к орлу, написанному учеником, и пыталась вступить в бой с изображением. Ученик победил. Царь сделал гусаря своим придворным иконописцем и взял его во дворец. А те две птицы, рассказывает древний повествователь, до нынешнего дне в царских тех палатах и деже и написаны. Чудесно написанную икону отнесли из царского дворца в ту церковь, для которой она была написана. Церковь была освящена во имя святого Иоанна Богослова с великим торжеством и радостью о Господе нашем Иисусе Христе, которому слава ныне и пристны и во веки веков. Аминь. Иоанн Богослов в России Юность апостола прошла в Палестине. Последние десятилетия его земной жизни в Малой Азии. Но земным веком не заканчивается жизнь святых, об этом свидетельствуют их чудеса, их любовь с нами, с живущими. На Руси чтили апостола любви, любимого ученика Христова, и сам он своими чудесами посещал нашу землю уже в первые века после ее крещения. Есть в России место, избранное самим апостолом сотни лет назад. Поразительно, но предание твердо связывает эту историю именно с чудесной иконой Иоанна Богослова, написанной мальчиком гусарем. Только вот начало этой истории почти затерялось в веках. В двенадцатом или в тринадцатом веке, когда в Рязанскую землю только проник свет христианства, из греческой земли Византии к рязанскому князю были посланы священники и монахи, чтобы утвердить его и его подданных в православной вере. С ними была и охраняла их в пути и великая святыня, икона апостола Иоанна Богослова, та самая, о которой рассказано только что. Можно считать, что сам апостол Иоанн Богослов и привел посланцев Константинопольского патриарха в нашу русскую рязанскую землю. А потрудившись над утверждением веры в рязанском крае и видя плоды своих трудов, греки эти облюбовали себе место недалеко от Рязани, километрах в тридцати и выспросили у князя позволение устроить себе монастырь. И, конечно же, обитель посвятили апостолу Иоанну Богослову. Зимой 1237 года в рязанскую землю вступил со своими войсками страшный завоеватель хан Батый. Путь войска должен был пролегать через Иоанна Богословскую обитель. Но случилось чудо. Сам Иоанн Богослов явился хану и запретил трогать свою обитель. Батый прислал в монастырь своих слуг, которые приложили к чудотворному образу золотую ханскую печать, и даже наградил обитель из своих сокровищ. Это при том, что он безжалостно сжег до тла Рязань. Об этом чуде повествуют и некоторые письменные свидетельства и стойкое предание среди местных жителей. Эта золотая печать так и оставалась на иконе до 1653 года, когда нам трудновато это понять, та печать снята на опозлащение большие водосвятные чаши. Жизнь христианина и жизнь православной церкви не безоблачно, не безмятежно. Мы помним, каких скорбей и трудов была полна жизнь самого апостола. И обитель его, хотя верим, всегда духом пребывал с нею святой апостол и хранил ее, не оставалось в стороне от бед России. Батый пощадил ее, но потом были на нее и набеги кочевых племен последней в 17 веке и нападения разбойников, а потом в 20 веке пришла общая страшная беда для всех монастырей и храмов России, закрытия, поругания, полное разорение обители. С высокой колокольни сбрасывали колокола. Несколько дней горел костер из икон и монастырских книг и рукописей. И теперь мы не знаем, где чудотворный образ. Чудесно написанный он мог и чудесно пусть человеческими руками спастись. Вот как написано о нем в старых книгах. Сей чудотворный образ святого Иоанна Богослова сам собой доказывает, что он чуген, что ему присуща особая благодать Божия, которая в самом начале появления его на свет так очевидно обнаружилась необыкновенным сиянием от лика в царских палатах. Без сомнения, от особенной благодати Божией зависит и то, что лик возлюбленного ученика Христова столько веков сохраняется без всякой поправки, нисколько неповрежденным. В обыкновенном порядке существования икон этого не могло бы быть, как всякому известно, а что он действительно никогда не был исправляем, это утверждают и художники. Они говорят, что чудотворный образ святого апостола Иоанна Богослова, находящийся в богословской обители, ни в какой человеческой кисти никогда не имел нужды и не был возобновлен от начала первого своего чудесного написания и до наших времен остался в первобытном своем виде, данном ему первоначальным художником богословом. Беспристрастные живописцы прибавляют, что не просто необычайно трудно, но даже и невозможно так составить краски и действовать рукою по изображенным чертам на его лиге. На чудотворной иконе святой изображен с принадлежностью иконописца и книгописца пеналом чернильницей. Это узкий ящичек, который мог уместиться в кармане ряса или мантии. На одном конце такого пенала перегородкой отделялось место для чернил. В нем лежал кусок губки, который пропитывался чернилами. Затем они высыхали и пенал можно было всегда носить при себе. Для письма губка увлажнялась и чернила оживали. В конце 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси, монастырь был возвращен церкви. Из руин поднимали его монахи. А теперь там и настоящий монашеский уклад жизни, и изумительный порядок и благолепие. И хотя на месте древней чудотворной иконы сейчас чтимый список ее, а сама она пока таится от людей и не найдена, а мы знаем, что много раз в истории церкви великие святыни, казалось бы, безвозвратно утраченные внезапно возвращались к людям, благословение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова явно из Рима пребывает на месте всем. И если вы полюбите апостола любви, непременно побывайте здесь. Не всякому удастся побывать в Иерусалиме или в Эфесе или на Патмосе в главных местах земной жизни любимого ученика Христова, но под Рязань выбраться можно. Апостол Христов не оставит вас без награды. Вы увидите одно из самых прекрасных мест России. Получите заряд радости, силы, благодати и любви и великое чувство святыни. Бог вам в помощь. Тропарь Глаз Второй Апостоли принимает Твою усердную молитву. Ежепадша на Перси приемой тот, кто принял тебя припавшим к своей груди. Об этом написано в 13-й главе Евангелия от Иоанна и напоминается ниже в этой книге. На лежащую мглу на двинувшуюся тучу иногда и в тропаре поется на лежащий облак языков язычников и наплеменников. Тропарем называется краткой песней, в которой прославляются дела Бога или святых Его. Главное песнопение в честь праздника или святого. Гласом называется определенный напев в церковной голосовой музыке. Всего гласов восемь. Услышав и запомнив, как поется тропарь святому Иоанну Богослову, легко будет петь и другие тропари того же второго гласа, например, святому Иоанну Предтечи. Часто для удобства пения в напечатанном или написанном тексте тропаря или других церковных песнопений расставляются черточки разбивки. Они делят текст на колено строки, на мелодические части. тропаря на мелодические тексты, на мелодические тексты,